Футбол. Игра народна. Поэтому как зародился он на Щелковской земле еще в начале 20 века в лице спортивных объединений при фабриках, так и присутствовал в жизни щелковцев с тех пор постоянно. Отдельного рассказа достоин главный футбольный объект города – стадион на улице Краснознаменской. У него интересная история. Построен стадион был в 1931 году при Соболево-Щелковской фабрике, позднее одноименном комбинате. Здесь и играла фабричная команда. В довоенные годы стадион уже имел репутацию одного из лучших в Московской области. Назывался он тогда, кстати, «Спартак». Футбольные матчи постоянно освещала газета за ударные темпы. В тяжелые годы Великой Отечественной войны о футболе в Щелкове пришлось забыть. Но потом любимый вид спорта, конечно, вернулся. В послевоенные годы Щелковский стадион носил название «Красное знамя», «Труд», а дольше всего его знали как стадион-текстильщик хлопчатобумажного комбината. Сюда приезжали играть не только соседи, но и ведущие футбольные команды страны. В составе московского «Динамо» ворота защищал легендарный Лев Яшин, а московская «Торпеда» в атаку вел Эдуард Стрельцов. Оба фото сделаны на нашем стадионе. Поскольку текстильщик был главным спортивным ядром города, логично, что на нем занимались и другими видами спорта, например, легкой атлетикой. А зимой он становился хоккейным. Хоккей в Щелкове развивал Леонид Зайцев, участник войны, школьный учитель физкультуры и инструктор по спорту. Он создал команду, которая играла на специально заливаемой на стадионе хоккейной коробке. Зрители любили хоккей, не меньше футбола. Знаковый этап развития Щелковского стадиона наступил в начале 90-х. По инициативе предпринимателя и футболиста-любителя Алексея Колесникова была создана совершенно новая футбольная команда «Спартак», которая очень быстро поднялась из любителей во вторую профессиональную лигу чемпионата России. Ведомственный стадион «Текстильщик» по договору с фирмой «Славия», бывшим ХБК, стал домашней площадкой «Спартака». В одной зоне с нашей командой играли дубли всех московских клубов «Спартак», «Динамо», «ЦСК», «Торпеда», «Локомотив». С ними нередко приезжали звезды основного состава. А вот исторические кадры из архива Щелковского телевидения. 5 октября 1994 года «Спартак» играл в одной 16-й финала Кубка России с московским «Локомотивом» под руководством Юрия Семина. Вон он, на импровизированной тренерской скамейке. Условия в Щелкове, мягко говоря, не соответствовали статусу матча, но именитые гости смогли приспособиться к качеству площадки. На родном поле «Спартаковцы» достойно уступили 1-2. А потом футбольный клуб нашел поддержку в лице нового главы Щелковского района Леонида Твердохлебова, большого подвижника спорта и любителя футбола. В период с 1995 по 1998 годы был проведен капитальный ремонт стадиона. Реконструировано основное поле, построены две трибуны на 5 тысяч посадочных мест. В 1998 году стадион «Текстильщик» переименовали в «Спартак» и присвоили ему имя заслуженного мастера спорта, народного артиста СССР, легендарного телекомментатора Николая Озерова, нашего земляка из дачного поселка Загорянка. По этому случаю на стадионе был большой праздник – матч команды Щелковской администрации с командой «Звезд эстрады» и концерт. В дальнейшем на стадионе появилось современное рекордановое покрытие беговых дорожек, новая система освещения и световое информационное табло. Город получил спортивное сооружение, соответствующее мировым стандартам. Доказательством этому стали соревнования соответствующего масштаба. В 1998 году на стадионе проводились всемирные юношеские игры, а в 2006 – матчи Чемпионата мира по футболу среди женщин до 20 лет. Несколько раз стадион «Спартак» признавали лучшим спортивным сооружением в Московской области. Сегодня инфраструктура стадиона входит в состав универсального спортивного комплекса Подмосковья. Развитие спортивной арены продолжается уже под руководством нынешнего главы городского округа Щелкова Андрея Булгакова. Кстати, тоже болельщик «Спартака». За последнее время обновлены беговые дорожки, тренировочное поле, а главное – у стадиона появилось новое лицо, соответствующее его историческому названию. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова